Более 200 экспонатов из фондов Ленинского мемориала представлены на выставке международного проекта «Ленин и время», которая открылась в квартире музея семьи Ульяновых. Они рассказывают о нашем земляке, создателе первого в мире социалистического государства, его личных качествах и мировых достижениях. Не так давно эти экспонаты вернулись из Вьетнама. Во Вьетнаме мы внесли большую вьетнамскую компоненту. Будет завершиться проект 22 апреля 2021 года в Шаошане, в Китайской Народной Республике, в музее-мемориале Мао Цзэдуна, где будет показан вариант для китайской аудитории и будет присутствовать большая китайская компонента. Документальную основу выставки составляют подлинные документы, плакаты и листовки, печатные издания, фотографии, открытки из фондов музея. Живописные произведения показывают Ленина в разные периоды его жизни. На них мы видим и его соратников по партии. Как раз мы стоим у картины «Ленинская гвардия. Бессмертие», на которой запечатлены и подвижники самого Владимира Ильича, соратники, деятели культуры и искусства, поддержавшие Российскую революцию, деятели международного социалистического и коммунистического движения. Картину эту мы представляли во Вьетнаме. Как отметила заведующая экспедиционным отделом музея, фигуры политических деятелей человечества не всегда однозначны и нередко крайне противоречивы для потомков. Не является исключением и фигура Ленина. Это отношение разных поколений стран к его личности тоже зафиксировано на выставке. В разделе, связанном с вековечением Ленина, мы представили фотографии памятников Владимиру Ильичу Ленину. Первых памятников, памятников, сохранившихся на территории России, на территории всего мира в настоящее время. Ну и представимый, так называемый, ленинопад. То есть фотографии, которые демонстрируют снос памятников. Выставка «Ленин и время» в Ульяновске будет работать до 15 марта. Сотрудники музея надеются, что проект в этом году удастся представить в Китае и на Кубе. Ирина Антонова, Новости Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова